Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. 18 медалей в копилке алтайской сборной на зимних играх в Китае. Как проходят состязания? Уже завтра в Крещенские купели окунутся несколько тысяч жителей края. Как подготовить к этому организму? Зеленый прорыв алтайского края. Кто заинтересован в развитии общественных пространств региона и где на это взять деньги? Итак, начнем выпуск с приятной новости. 10 медалей выиграли сегодня алтайские спортсмены в Китае. В Поднебесной продолжаются первые зимние игры «Большой Алтай» с участием молодых спортсменов из России, Китая, Монголии и Казахстана. За два дня состязаний в копилке нашей сборной 18 медалей. В лыжных гонках на дистанции 10 километров свободным стилем вновь перенствовал Григорий Огнив. Улучшили свои результаты с бронзы на золото Варвара Сорокина и Александра Ильина. Напомним, что в первых подобных соревнованиях участвуют больше 150 спортсменов из четырех государств. Сегодня заключительный день. Какое место в турнирной таблице займет по итогу Алтайский край, скоро узнаем. Уже завтра православные будут отмечать праздник Крещения Господня. Первые желающие совершить омовение начнут приезжать к купелям сегодня после полуночи. Главный крещенский городок в крае оборудуют по традиции на прибрежной зоне Аби в Барнауле. Традиционные купания в проруби 18-19 января пройдут и в Алтайском крае. В нашем регионе организовано более 40 купелей, две из которых в городе Барнауле. Одна прямо сейчас готовится за моей спиной. Толщина прозрачного льда не меньше 40 сантиметров. Основное требование для площадки, где будет купель. На речном вокзале по традиции строят главный крещенский городок края. Сегодня к вечеру строительство со всеми атрибутами этого городка будет завершено. Завтра дополнительно будут установлены раздевалки для тех, кто будет принимать участие в этом празднике. Для того, чтобы обогреться, переодеться. Воду в Аби уже проверили. Она соответствует санитарным нормам. Но пить ее нельзя. Одновременно на льду здесь могут находиться не более 50 человек. За их безопасностью будут следить сотрудники полиции и МЧС. Мы спланировали работу спасательных подразделений. Здесь, на реке Ох, у нас будут находиться сотрудники ГИМС, главного управления МЧС России, 4 человека. И сотрудники краевого спасательного центра, также 4 человека. На поселке Борзовая заимка спланирована работа 4 человек. В Барнауле завтра будут работать две разрешенных купели на речном вокзале и в Борзовой заимке. Всего же в крае организуют 41 место для омывения. Специалисты советуют выбирать официальные крещенские купели, чтобы не создавать угрозы своему здоровью или даже жизни. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Крещенские купели откроют в пяти городах края. В общей сложности в них окунутся несколько тысяч жителей региона. И большинство к погружению в ледяную воду никак не готовятся. А между тем подготовка нужна, считают медики. Как безопасно окунуться в купель и кому такое закаливание категорически противопоказано. Узнаете из сюжета. Опытом погружения в ледяную воду сегодня поделился с журналистами молодой Барнаулец. Мужчина рассказывает, купается в Иордане только в Крещении, но уже много лет. Приобщил и детей. Но к процедуре ни себя, ни сыновей никогда не готовит. А вот эффект от нее всегда ощущает. Я думаю, если ты решил на просто брать и делать, независимо от того, как себя чувствуешь, настроение, здоровье, она только может быть лучше. То есть это может быть только на улучшение. А вот другая наша героиня – профессиональный морж. Купается в водоемах на свежем воздухе каждые выходные 35 лет подряд. Считает, подготовка к купанию в проруби нужна. В принципе, конечно, нужно. Потому что просто чисто морально, психологически, потому что очень страшно переступить это. Но, как говорят, на миру и смерть красна. Поэтому те, кто даже первый раз приходят, они видят, что остальные купаются. Если, допустим, в Крещении народу много, то они тоже это делают и получают удовольствие. Состояние такого праздника, эйфории, классно, как бы победа над собой. Но чтобы праздник не омрачился, предостерегают медики, нужно подумать не только о психологическом настрое, но и физическом состоянии. Врачи считают, к купанию в купеле нужно готовиться и минимум за полгода. Гулять и бегать на свежем воздухе и лишь потом начинать обливаться холодной водой, постепенно понижая ее градус. Не помешает сходить и к врачу, сдать кровь, пройти кардиограмму. Для неподготовленного организма погружение в холодную воду – это, конечно, стресс для организма. Это может быть по типу химического ожога, термического ожога, вплоть до спазма сосудов. И у пациентов может быть и остановка сердечной деятельности. И однозначно нельзя пациентам, которые на сегодняшний день имеют признаки острых респираторных заболеваний, и которые находятся в состоянии, скажем, обострения, декомпенсации своих хронических заболеваний. Тем, кто все же решится на экстрим, медики напоминают – взять с собой тапочки, головной убор, полотенце и теплую сменную одежду. После процедуры – обтереться и выпить горячего чая. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Реконструкцию комплекса Краеведческого музея должны завершить до конца года. Такие сроки обозначил глава региона на совещании в правительстве и во время выезда на стройплощадку. Подчеркнем, что после завершения реконструкции в Краеведческом музее появятся экспозиции, посвященные ключевым военным событиям в России, в том числе СВО. Подробнее далее. В феврале будет 6 лет с момента крупного пожара, который уничтожил крышу, и помещение на втором этаже здания, известного людям как Дом афганцев. Долгое время власти не могли найти подрядчика для проведения ремонта. В итоге сметы пересчитали, добавив солидную сумму. И сегодня реконструкция старинного здания идет полным ходом. Темпы работ оценил глава региона Виктор Томенко. Вот эта вся разрушенная кладка была, ее полностью все переложили. Чтобы сохранить исторический облик, своды окон и другие пострадавшие элементы объекта, перекладывают исключительно из родного кирпича. Такой вынимают из стен подвала и восстанавливают. Но кроме обновления фасада, уже выполнен большой объем работ по усилению здания. У нас на сегодняшний день вот эти работы, ну, те, которые влияют на непосредственно безопасность, процент на 90 выполнен, то есть это большой объем усиления. Начиная с самого-самого низа фундамента, там большая подвальная часть, техническая, там никаких помещений располагаться не будет. И проходят сейчас работы по непосредственному устройству уже стен, отделки их и последующие штукатурки или экспозиционных материалов. Это здание сегодня официально именуется как музей военной истории. В следующем году страна будет отмечать 80-летие Великой Победы. К этому сроку, отметил глава региона, музей уже должен принимать посетителей. Соответственно, завершить все строительные работы нужно до конца этого года, чтобы было время на наполнение залов и организацию экспозиций. Здесь их будет несколько. Все связаны с ключевыми военными событиями в России. Начало экспозиции начинается со второго этажа. То есть люди разделись, гардероб сразу поднимается на второй этаж. Вели на, если говорить параллельно, Отечественная война 12-го года, гражданская, Первая мировая, и дальше у нас идет Великое Отечественное. То есть мы сейчас смотрим с вами зеркально. На первом этаже зеркально будет находиться Афганистан и Чищай. Отдельную экспозицию посвятят участникам СВО. А в целом обновленное здание музея станет центром военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Елена Макаренко. День с толком. В Барнауле сегодня в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда прошла акция памяти «Блокадный хлеб». Также завтра и в субботу барнаульцам будут рассказывать о подвиге жителей Ленинграда, а также о символе стойкости, которым как раз и является блокадный хлеб. Его состав далек от того продукта, к которому мы привыкли. Помимо муки в хлеб добавляли жмых, отруби, целлюлозу, березовые почки и сосновую кору. В Барнаульской гимназии номер 5 сохранился настоящий блокадный хлеб. Его передали в музей школы. Как раз благодаря своему составу хлеб, которому более 80 лет, сохранился в хорошем состоянии. Дети, когда приходят, когда видят вот этот хлеб, когда я им иногда выкладываю аналогичный, но этот мы не достаем, аналогичный кусочек я кладу на весы весом 125 граммов. И объясняю, что это было на целый день ребенку или пожилому человеку, и в два раза больше человеку, который тяжело работал на заводе, у них шок. И это заставляет их, на мой взгляд, ценить то, что они имеют сейчас. Кстати, пока легендарный хлеб хранится в неприметной коробочке, старшеклассники гимназии надеются, что у них получится выиграть грант на развитие инфраструктуры школы. Тогда в зале появятся новые стенды, витрины, а также блокадный хлеб можно будет хранить в более достойном месте. Из отстающих в Середняки в Алтайском крае с 2012 года случился настоящий прорыв в развитии общественных пространств и зеленых зон. Этот факт признают почти все эксперты. Что должно способствовать дальнейшему росту региона в российском рейтинге по зеленению? Кто, кроме Федерации, может помочь финансово? И кто должен поддерживать состояние уже известных парков и скверов края? Обсудили эксперты за круглым столом. Инициатором общения стала общественная палата края. Далее подробнее. Парк Изумрудный – самый яркий пример усилий властей и проектировщиков общественности по созданию места притяжения людей. Его руководитель Владислав Вакаев выделил семь тенденций развития парковых пространств. Им следуют сейчас передовые регионы. В том числе централизация управления парками, создание проектных офисов, эффективное обслуживание парков, привлечение волонтеров и предпринимателей, внедрение аграрных технологий. Не только. Все понимают. Вложения окупятся. Я лично по Изумрудному посчитал и пришел к выводу, что каждый рубль, вложенный в реконструкцию Изумрудного, дал не менее 8 рублей эффекта только в виде здоровья людей. Это одно из самых эффективных вложений в бюджетных средств, которые можно только придумать. Мы еще не считаем другие эффекты. Правда, в основе своей такие пространства, как Изумрудный, появляются благодаря национальной программе формирования комфортной городской среды. Многие уверены – нужна и местная. Краевая программа нужна, да. Она назрела. Она вчера еще была нужна. Краевые власти понимают – средств федерации на создание модных и современных пространств, а только общественных территорий за 7 лет было создано порядка 330, не всегда хватает. Приходится помогать краевыми. О программе местной обещали подумать позже. Логика сегодня нашей работы в том, что муниципалитеты – это их прямая ответственность и задачи должны обеспечивать эту работу. При этом, если необходимы какие-то, скажем, наши совместные работы, мы готовы ее вместе организовать. Создавать краевое предприятие, которое будет заниматься муниципальными объектами, ну, пока вот такого задачи и смысла не видим. Законодательная власть тоже готова рассмотреть, как может помочь развитию общественных пространств, к примеру, проект поддержки местных инициатив, или как использовать государственно-частное партнерство. Я убежден однозначно, без участия бизнеса, без их инвестиций, развитие этих пространств, оно, в принципе, невозможно. Не может государство постоянно содержать общественные пространства. Вот, поэтому мы уже неоднократно в качестве примеров с отдельными предпринимателями взаимодействовали, у которых в том числе и в собственности объекты исторического, ну, толком, будем так говорить, для того, чтобы эти объекты восстанавливать, для того, чтобы использовать их в качестве общественных пространств. Но без налоговых послаблений бизнес вряд ли будет серьезно вкладываться, и это тоже может найти отражение в краевой программе. Председатель Барнаусской городской думы поддержала необходимость появления такой региональной программы развития общественных пространств. Несмотря на наличие городской, общекраевая помогла бы решению многих вопросов. По ее мнению, нужна и единая дирекция управления парками. Такие уже существуют во многих регионах. Общественники двумя руками высказались за такую дирекцию. Такая объединенная структура, которая руководит несколькими общественными территориями, и не обязательно даже на территории одного города. Это именно типовые задачи и типовые проекты по всему краю. Это оптимизация расхода бюджетных средств. Общественники считают, что нужен и совет парков, как орган взаимодействия с властями. Архитекторы, между тем, настаивают. Барнаул все еще не дотягивает до нормативов по наличию зеленых зон. По мнению Андрея Таджанова, нужна прописанная стратегия, как правильно эти зоны наращивать. Нужно стремиться к этому и стратегически понимать, что осознание количества метров квадратных сегодня и количества метров в идеале, оно само по себе ничего не дает, если нет понимания, как к этому двигаться, какие шаги-то надо принимать. Итогом круглого стола стала резолюция, которую общественная палата направит в правительство края, КЗС и администрацию Барнаула. А летом в Белокурихе обсуждение важной темы развития общественных территорий продолжится. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев, День с толком. 2024 объявлен годом семьи. На укрепление этого социального института направлено все внимание и господдержка должна затронуть практически все категории населения. Достучаться до каждой помогают социальные предприниматели. Они создают особые условия для определенных групп, сотрудников или жителей. Слово Дарьи Ирошиной. Александра полностью изменила жизнь после декрета. Спустя пять лет отпуска освоила новую профессию и совмещает работу здесь с воспитанием трех сыновей. Я горжусь, что я многодетная мама. Конечно, когда я третьим ребенком забеременела, это было не запланировано, был страх. Потому что в наше время сейчас люди одного боятся, да, женщины рожать. Но мы решили, сможем, что прорвемся, грубо говоря, имея ипотеки и кредиты. Родили третьей войны и чуть не пожалели об этом. И если Бог даст, и четвертого родим. И она не единственная многодетная сотрудница. Поэтому и условия работы особые. Такую концепцию выбрала руководитель, когда сама стала мамой троих. Возможно, из-за этого я и открыла, потому что открыла его, будучи беременной, и понимала, что мне сложно будет найти работу. Большинство свою работу, бумажную работу я делаю дома. Чтобы и присматривать за детьми, несмотря на то, что у детей няни. Но все равно, как бы, мама должна присутствовать. На Алтае растет число социальных предпринимателей, сообщают в Краевом профильном управлении. В прошлом году их стало 139. 29 из них выдали грант до полумиллиона рублей на развитие дела. В одном из таких учреждений занимаются диагностикой и коррекцией психики. На средства гранта купили новое оборудование. Психическое здоровье детей, к сожалению, большому ухудшается. За последнее время появляется все больше и большее количество детей с УВЗ. Это ограниченные возможности здоровья, различные нарушения развития у детей. Значительно увеличилось обращение с тревожностью, депрессивными состояниями и паническими атаками у взрослых. А в этом фитнес-клубе на средства гранта приобрели специальные, облегченные и удобные анатомические тренажеры. Заниматься на них могут люди с ограниченными возможностями здоровья и любого возраста. Поняла, что это будет ответом для многих женщин, которые не могут пойти в любой обыкновенный тренажерный зал, где есть железо, грубо говоря. Это и здоровье, это и внешность, где молодые девочки, и женщина чувствовала себя некомфортно. И именно на нашей территории женщины, которые приходят, они видят, что здесь тренируются такие же, как они. Мы здесь познакомились с тремя девчонками, мы вообще дружим, капитально дружим. Про семьи про все знаем, мы общаемся вообще хорошо. У нас домашние группы проходят, мы все встречаемся еще на дому, общаемся, здесь каждый день видимся. Ну то есть как бы годы-то идут, общение-то нужно, и с телевизором же нам общаться. В рамках национального проекта «Мой бизнес» специализированные организации консультируют и физических лиц, желающих заняться социальным предпринимательством. Для такого дела услуги предоставляют бесплатно. Услуги здесь разного направления, то есть это информационно-консультационные услуги, информационно-методические, образовательные услуги. Вот в течение года у нас было проведено 21 обучающее мероприятие. В целом посетили эти мероприятия, это 652 участника. Чаще всего такому бизнесу требуется помощь в рекламе и разработке сайтов, и поддержке. Но все усилия покрывают благодарности за такую социальную работу. Дарья Ирушина, Владислав Ковалев, День с толком. Костюмы по мотивам творчества Николая Рериха, сценические наряды из пробок и пластика, дизайнерская одежда школы моды Светланы на протяжении трех десятилетий поражает воображение россиян. В этом году образовательные учреждения, которые ежегодно выпускают из-под своего крыла юных дизайнеров и хореографов, празднуют свой юбилей – 35-летие. Подробнее о талантливых воспитанницах расскажет Валентина Аскерова. Прямо сейчас я реставрирую костюм 1997 года, полностью сделанный из пробок из-под бутылок. Я, получается, отрываю старые нитки и пришиваю на иголки, на новые, на ткани. Реставрируют знаменитую коллекцию, отмеченную самим маэстро моды Вячеславом Зайцевым. Ремонтируют костюмы, отшивают себе новые. Покупка готовых сценических нарядов в школе моды Светлана под запретом. Костюмы создают исключительно воспитанницы. Тут я занимаюсь конструированием, шью, придумываю, творю. И также общаюсь с девчоночками, делюсь опытом, набираю опыт и очень весело провожу время свое. Хочешь выступить в таком костюме? Да. Нам пообещали, что на наш выпуск, нашей группы, получается, 27-го года, мы будем выступать в этой коллекции. Школа моды Светлана открылась в 1989 году. Ежегодно в ней обучается больше 80 человек, от 6 до 19 лет. Благодаря господдержке дети получают разнообразные навыки. Например, у нас коллекции есть, посвященные творчеству Рериха. Соответственно, на изобразительном искусстве они проходят общую тему творчества Рериха. Потом они создают каждый свою модель, потом объединяют в коллекцию, а потом уже мы на конструировании, моделировании, изготовлении изделий думаем, как же воплотить это в жизнь. То есть они проходят такой комплекс, но уже на хореографии с нашей любимой Надеждой Николаевной Вартанян, они создают постановку, вставят, подбирают музыку и коллекция начинает жить. Сегодня школа моды Светлана лауреат и призер региональных, российских и международных конкурсов молодых модельеров, а также призер национального чемпионата по профмастерству профессионалы. В этом году школа празднует свой юбилей 35-летие. И 24 января организует большой концерт, где можно увидеть как новые, так и раритетные коллекции. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульцы могут сдать новогодние ели на переработку. На выходных в городе будет работать несколько точек, куда можно привезти уже ненужное дерево. Так во что же может переродиться елка в следующей жизни после переработки? Узнаем прямо сейчас. Елкам и палкам не место на свалке. Под таким девизом в Барнауле уже несколько лет собирают новогодние ели. Волонтеры уверены, зеленая красавица еще может послужить после длинных праздников. Сразу в нескольких точках города организаторы акции будут принимать ели, пикты, сосны и другие хвойные деревья. Сделают из них МДФ-плиты. То есть в промышленном масштабе перерабатывают полностью. МДФ-плиты используются большинство в кухнях. Это фасады. То есть из МДФ их оттягивают, к примеру, пленкой. И в дальнейшем это уже фасадная часть кухонь, к примеру. Или какие-то другие необходимые части именно в мебели. Перед сдачей елка должна быть девственно чистой. С нее необходимо убрать все украшения, их остатки, например, дождик. Ведь все это затрудняет переработку. А если ваша ель заметно полысела, переживать не стоит. На переработку идут стволы и ветки. Несколько лет назад нам удалось собрать более 4 тысяч елок. Это благодаря вовремя было сделано анонсирование. В том году, к примеру, мы собрали всего лишь 500. Ну, опять же, всего лишь они бы могли уехать не по назначению, а так их переработают. Пункты сбора хвойных деревьев будут работать в субботу 20 января с 11 до 12.30 по адресам. Площадь Октября – Зеленый сквер, ТРЦ Гулливер, Площадь Народная, ТРЦ Огни, а также Площадь Кузнецова. Все подробности можно узнать у организаторов. Телефон вы видите на своих экранах. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы. Смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Ну, а я напомню, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Ибалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.